Эээ, не тот город? Тот город. Примерно это я строил в Сити Скайлайнс недавно. Ну посмотрите, посмотрите. Сейчас очень уютно. Домик даже с одним меркером, что странно. Ничего не видно, но это лучшая улица здесь. Там есть дорога вдоль забора, вдоль ЖД. Вот по ней тебе надо так быстрее будет. А я, честно говоря, я застрял немножко. Дома смотрю. Ну, я еду, я еду. Впечатление от первых десяти минут. Дубна аппетитная, очень аппетитная. Аппетитные деревья, деревья. Это тоже первая ассоциация. Деревья и велосипедисты, кстати говоря, тоже первая ассоциация с Дубной. Что с деревьями? Почему они еще здесь? О, Рафик. Рафик. Проверяем роллинг-шаттер. Офигеть. Что это? Моран. Моя мать красотища такая. Только я здесь не останусь. У меня путь на левый берег. В итоге я на улице безымянная. ГОВОРИСТА Часто-гой мать красотища. Так и ничего. Его спор gutest fantícios. ГОВОРИСТА МОЛИА . отстойно. Я здесь. И курс ландшафтного дизайна от Geekbrains тоже здесь. Знаете, у меня друг обучался на ландшафтного дизайнера. Крутой у меня друг, между прочим, сейчас в Германии живет. В общем, ландшафтный дизайн. Это все недалеко расположилось от тех мест, куда я сейчас забрел. Именно здесь сейчас это все очень сильно может пригодиться. Помню, одно время ходило какое-то странное понятие этой профессии молотокопания в огороде или сажание цветочков. Что, простите? В общем, это не совсем так. Еще я помню те самые крутые парки Краснодара или Казани. Вот это самое благоустройство, которое все так любят. Просто это как-то пренебрежительно прозвучало, вот и все. Трассировка путей, дорожек, водоемы, лавки, туалеты, порой даже павильоны. Тоже можно назвать ландшафтным дизайном. Я думаю, это интересный выбор, если вы хотите закрыть такое слабое место, а дизайн окружающей среды в России и СНГ это слабое место. Или если вы хотите заняться чем-то, что не так сильно отличается от архитектуры, все-таки организация пространства как-никак. На курсе вам хотят рассказать об актуальных трендах в ландшафтном дизайне, научить визуализировать идеи, работать с масштабом, композицией, цветами, познакомиться с кетчапом, автокадом, индизайном и другими, ну и портфолио. Вместе вы создадите портфолио. Geekbrains также помогут вам с трудоустройством, а если это не так, он вернет вам деньги. Промокод. Без промокода нельзя. Geekmail, который дает дополнительную скидку в 35% уже имеющимся. Промокод в описании, как и остальные ссылки. Даже сказать, честно говоря, нечего больше. Еще раз. Я хотел сказать, что перепроектировка улиц, это перепроектировка улиц городских, но мне предстала возможность перепроектировать нечто загородное, нужно и пользоваться. И для меня всегда это было интересно. Да и вы просили. Вы просили, я помню. Опять же, прежде чем что-то делать, нужно разобраться, а зачем, а нужно ли. Будем честны, с большой долей вероятности вы бы не кликнули сюда, если б верили, что ничего и не нужно, что то, что происходит в большинстве загородных населенных пунктов России, а мы берем именно их, это вполне себе. Нет, меня это не устраивает. Окей, не только меня, это Рита, архитектор и завзятый дубнинский велосипедист. Она меня сюда и пригласила, и она стесняется в кадре. Да, очередная лекция об очевидных вещах. Сколько можно? Это вот ты послушай, ты послушай, чё ты? Слабо тебе? Первое, что приходит в голову, посмотреть под ноги. А там у нас либо земля, либо щебенка. В первом случае это пыль, грязь, ямы. Хотя и во втором случае почти все то же самое. Треть российских дорог грунтовые. Мягко говоря, большой из них процент приходится и на малые населенные пункты. Ну, как и здесь. Можно ноги сломать, камни портят днище машины или скейта, или вообще чего угодно, потому что это днище и летит во все подряд. Камнями кидаются дети. Я серьезно, у нас в деревне это было буквально одно из развлечений. Мы выходили на дорогу, отходили на расстояние 30 метров друг от друга и тупо кидали камни друг друга. Да, я все еще дитя улиц. Подождите-ка, что, я вам должен объяснять, почему у нас однажды появились настоящие дороги за место не пойми чего из кучи щебня? И ладно разъяснение таких вот недостатков. И черт с ней с этой дорогой. До зелени я прикопаться не могу. Путешествуя по России, смотря немножко по странам, вы же так же как и я не понимаете одного. Почему так убого? Более чем у половины работающих россиян никогда не было загранпаспорта. Более чем половина россиян никогда не видела за границу. Но мы все с вами смотрим фильмы блогеров. Варлам вы когда-то смотрели? Я урбанист, поэтому я знаю, что по газонам можно ходить. Новости. Ну, новости. Не надо делать вид, что мы не замечаемо отсутствие благополучия, кое есть во многих тех произведениях, доносящихся к нам из-за границы. Ой, проще говоря, почему британские деревни выглядят так, а российские так? Спекуляция? Нет. Попробуйте потыкать гугл панорамы и найти с пятого раза нечто менее ухоженное, чем у нас. Почему нидерландские деревни выглядят так, а российские, где явно необходим дренаж и прочие климатические меры, где необходим дизайн-код, ведь у нас кто во что гораст, где нужны нормальные дороги, выглядят вот так. Но объяснить-то почему не сложно, ты все понимаешь. Но вот наше привыкание к этому, знаете, когда мы уже объясняем себе, мол, так и так, да и нужна ли нам эта хорошая жизнь? Зачем? У меня вот есть свой участок, я в нем копаюсь, не трожьте меня. Не надо думать, что это нормально. Есть всегда какой-то твой одинокий островок от жизни и, как обычно, улицу мы воспринимаем, ну, как и нечто совершенно не наше. Мы на улице не живем, не гуляем по ней. Вот это самое городское отношение. Выходишь в подъезд, и подъезд уже не твой. Эта же самая ситуация проецируется на пригородную местность. По-моему, то же самое здесь. Вот ровно то же самое. Это можно рассматривать как один большой подъезд. Ручка вот валяется. Что это? Нет, простите, когда я вижу пространство, где проявляется ценность человеческой жизни, комфорта, самоуважения. Когда я вижу настолько хорошо налаженную форму, я верю, что там также все в порядке и с содержанием. Это я за границей, если что. Как-то так мы относимся к территориям своим, что уже до чужих. Прилетает что мне, что Гершману, что кому угодно, кто едет в какой-то город. А чего вы сюда пошли? Почему именно в эти места? Почему в такие не уходим? Вот у нас есть вообще-то более красивое пространство. Люди живут и этими местами тоже. Они в красивых, кстати, местах, как правило, отдыхают. Они туда приезжают. Живут-то они где? Еще раз задумайтесь. Жалобы, 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 жалобы. Субтитры сделал DimaTorzok Не, ничего не видно. Это улица, а точнее две улицы. Они один из центральных проходов к дамбе на западе, например. А вот этот отрезок — это извилистая часть улицы Безымянная, от прямого участка улицы Радужная до улицы Ленина. Че-то не знаю, почему я не зафиксировал улицу целиком, она идет два квартала дальше как-никак. Ну, ничего принципиально страшного. Извилистая она стала по интересным причинам. Ее, его, так сказать, обжили. Притянули по ней газ, и теперь все, что с ним связано, торчит в очень необычных местах, которые нужно объезжать. Газ же не только у вас проводили. Почему у вас стоят эти столбики, а остальных их нет? Где-то деревья выросли и теперь являются естественным ограничительным скорости. А где-то, внимание, так долго и не совсем правильно стоит фура одного из жильцов, что когда рабочие приезжали обновлять дорогу, просто обходили грузовик по дуге, и эта дуга теперь и на картах значится. Это вот виляние туда-сюда, как последствия бесконтрольности и небольшого бардака, насколько я успел услышать, нравится не всем. Только вот с точки зрения транспортной науки изменение траектории сыграло нам скорее на руку. Ведь при прокладке чего-то более ровного, чем щебень, скорость автомобилей повышается, а понизить ее как раз помогает эта извилистость. Нужно использовать это ради детишек, которые здесь бегают часто. Для них же и для всех остальных нужен хороший тротуар. Не кое-где, там, всем кусками, не с одной стороны, мы не сторонники полумер, а с двух. Это правильно. Какова его ширина? Всегда разная, но не меньше метра. Про велосипедистов я тоже не забыл, в отличие от дорожников Дубны, города, который некогда был запроектирован для велосипедистов. Так вот, я-то их в голове держу. И в данном случае план такой. Слушайте, время безболезненных экспериментов. Эту дорогу, проезжую часть, уж не знаю категорию улицы, впору сделать 5 или 5,5 метров. Я в наглую сделаю 5. Строго 5 от тротуара до тротуара. Основное сечение. А высота бордюра не более лайтовых 5 сантиметров. А вот дальше дележка пространства между вело и авто вступает в игру. В Нидерландах существует такая схема движения. По метру или полтора от тротуара отступает велополоса. И с той и с другой стороны. А вот для автомобиля остается буквально одна полоса посередине. Притом и для попутки, и для встречки. Водители имеют право съехать на боковые полосы, чтобы разъехаться. Однако приоритет всегда у велосипедистов, самокатчиков, скейтеров. Последним это дает комфорт, никак не ужимает в правах водителей авто и заставляет их быть внимательней. А еще экономит место. Дело в том, что можно сделать подобным образом. А можно вообще ничего не делать. В границах 5 метров. Главное, что это останется 5 метрами с перспективой на изменения. Я-то топлю за радикальное усовершенствование. Однако такой схемы движения у нас в ПДД вообще, кажется, нет. И все это вопросы желания, политики, понятия и прочего. Я эскизно прокладываю 5-метровую дугу с учетом выездов с участков и намеком на общественные пространства. Ууу, сколько здесь недовольных может быть, как только они узнают или увидят. Но еще раз. С обсуждаемый эскиз с общими принципами. Любое действие проектировщиков, как мы знаем, воспринимается как покушение на частную собственность. Хотя здесь это вам не это. К слову, тут и ваших покрышек быть не должно. Посередине дуга эта раздваивается и огибает газовое оборудование. Здесь и самый широкий участок. Прямо просторная поляна. Прямо руки чашутся. Если раньше ты просто шел вперед, то здесь ты останавливаешься и пялишься. Осматриваешься вокруг. Устроим движение круговое вокруг мусорки и газа. Я согласен, давай так. Как бы если задуматься, то это вообще главное место. Ну просто самое главное, основное. Основной перекресток, из которого сделали развязку. Были варианты его очерка. Я остановился на этом. Идея в том, чтобы не занимать транспортом много площадей, а высвободить их для разных новых функций. Также здесь неплохо получилось бы их отделить от всей этой существующей инженерии снизу. А пока что... Ну, это выглядит вот так. Мне понравилось так делать. Честно говоря, у меня поначалу случился культурный шок с этим контейнером и информацией. Но потом я одумался. Я явно напоролся на какую-то случайность. Так быть не должно. Ладно, вы можете задаться вопросом, почему я снимаю только одно место. Окей. Есть еще газ. Щепотка строительного мусора, куча песка, ветки. Мне кажется, это достойно лучшего. Вот такая ограда ради нее. С газом в России. Такая немножко хлопковая обстановка, само собой. Продолжая тему перекрестков, я здесь отрисовываю мини-кольцевые пересечения. Как мне подруга подсказала недавно, они у нас вошли в СП-396. Это те милые малые кружочки, вымощенные в рельефном материале и призванные успокоить буйных водителей легковых автомобилей, в то же время никак не мешая машинам побольше. Ой, в общем, эскиз эскизыч. Выглядит вот так. Чего кота тянуть? Я уже рассказал все, что можно сверху показать. Говорю, красивое дерево. Все бы ничего, все бы ничего. Чего она тут делает? Чего она тут забыла? Она даже не выполняет никакой функции. Ну не выполняет же. Еще чисто транспортные меры, плавно перетекающие в архитектуру. Антипарковочные, болорды, столбики, полусферы, валуны, тоже как мера. Цитата, кстати, валуны очень крутая штука. Можно раскидать их со своим подходом к каждому месту. Сопровождать этим всю улицу не обязательно. Как и пешеходными переходами, в частности. Их достаточно на перекрестках. Убирается. Так любит свою улицу, что убирает всякий мусор. А вот сейчас уже можно на это накидывать все, что жильцам заблагорассудится. Ну хочешь чего-нибудь? Вот прям на улице, на тебе. Пожалуйста. Трехочковый. Но пока оно не ушло за рамки идеи, можно развернуться на полную с разными предложениями. В основном любая моя мысль приходила к тому, что необходимы капитальные пространства для каких-то временных активностей. Что я имею ввиду? Амфитеатр. Или любые каскадные конструкции для отдыха и времяпрепровождения. Посидеть, постоять, полежать. И это может работать на другом уровне. Может кто-то экран проектора притащит? А может кто-то стихии почитать захочет? Или в дочке матери поиграть? К слову об использовании рельефа. На другой стороне можно оставить возвышенность на каком-то участке нетронутой, чтобы та становилась ледяной горкой в зимнее время. А искусственным рельефом можно уже обезопаситься от дороги и направить скат в нужную сторону. Ну тоже как идея. Навесы или укрытия. Если вдруг кто-то остался на улице под проливным дождем без зонта? Места под маленькую будку или специальное парковочное место для вагончика, который приезжает в определенное время и что-нибудь там продает? Это могло быть местом для собраний, для налаживания связей, встреч, хоть какой-нибудь жизни. А не та, как обычно у нас везде. Граница проектирования возможна и дальше продлевать. Главное, что принципы ясны. Как там ваша фантазия? Включается? Ух, сколько всего прекрасного могло бы получиться? И образцового? Дубна все-таки, ну? О, они обращают внимание, между прочим. Вам не кажется, что мы уже давно пришли к тому моменту, когда больше обращаешь внимание на то, что под ногами в первую очередь, если улица ухожена, даже заброшка на ней выглядит лучше прекрасного замка в грязи. Так, c был, c был финальный кадр этой улицы, мне так сказали. Асфальт! Ничего не успеваю, ничего. Ха-ха, да, сейчас начнется. Слушайте, я знаю, что у нас все не благодаря, а вопреки. Я знаю, что сегодня это вообще не главное. Из-за бомбежек, а где-то из-за бомбежек Воронежа и запущения всего, что только можно запустить, благодаря своей тупости, заняться-то придется потом все равно именно этим восстановлением. Так что, да, такая мысль. Город бесконечных приподнятых пешеходных переходов и город велосипедистов без велодорожек. Вот вы, наверное, не замечаете, а он был приподнятый. Эй, спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайки, дизлайки. Пожелание пишите комментарии. Не подписывайтесь на меня, если вы точно не знаете. Не знаете, что здесь на канале происходит. И до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok